Наша команда криптэшара Мы представляем за этот смарт аккаунт Что такое смарт аккаунт? В Ethereum есть обычный контракт Мы решили использовать это для создания смарт аккаунта Смарт аккаунт это контракт, в котором есть некая логика при этом он соответствует всем параметрам обычного аккаунта то есть обычного кашелька У наших смарт аккаунт есть привязанный кошелек то есть всегда контракт за alt владельцы И пользователь через этот контракт В обычной схеме пользователь обращается напрямую в контракт в нашей схеме через смарт аккаунт У нас было две задачи. Первая задача это сделать, чтобы смарт-аккаунт имел все функции обычного аккаунта, то есть он мог общаться с другими контрактами. Это было на самом деле не самое легкое. И вторая задача была в том, чтобы защитить пользователя максимально от того, чтобы кто-то завладел его смарт-аккаунтом. У нас есть несколько защитников. Защита по секретной фразе. Пользователь при регистрации смарт-аккаунта выдает хэш, некое число зашифрованное, которое он придумал. Никто не сможет начать голосование за переадресацию смарт-аккаунта на новый аккаунт, пока не узнают этот ключ. Вторая задача это если голосование началось и пользователь все-таки имеет доступ и сделать какую-то транзакцию, то голосование отменяется. То есть, пользователь владеет своим ключом, делает транзакцию, значит валидаторы возможно ошиблись. Ну, голосование валидаторах у нас полностью децентрализованное. И самое главное, что переносится вся история всех ваших децентрализованных приложений. То есть, она хранится в смарт-аккаунте, и вы можете получить доступ к своим криптокотикам и остальным. То есть, границ нет. Ну, как я сказал, валидаторы у нас децентрализованные. У нас есть оператор, вы к нему приходите для создания, для восстановления кошелька. Есть валидаторы, которые голосуют за восстановление, и есть молчане, которые это все валилируют. Давайте увидим. Так. Так. То есть, вот мы пришли к оператору, завезли ему документы, отдали ему хэш и сколько что. Дальше пользователь авторизуется, то есть он может дальше совершать через это приложение. То есть, вот сейчас мы исполняем другой смарт-контракт, который я только что создал, и в него записываются значения. Вот. Мы записали значения через свой смарт-аккаунт. То есть, этот контракт знает только о нас, о нашем смарт-аккаунте, а не конкретно о том кошельке, который сейчас владеет. Так. Это мы отправили заявку на восстановление валидатором, валидаторы, и сейчас будет делся этим. Если больше 50% даже проголосовало, владельца аккаунта меняется, и этим аккаунтом можно управлять его с ручного кошелька. Ну, мы сейчас заводимемся и увидим, что владелец-то меняется. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какие данные валидаторы вы отправляете до того, чтобы они начали отчисование и на основном человеке занимают решение? Мы отправляемся за прослучением и кладем изображения, ну, на отсутствие изображения. То есть, это может быть какое-то заявление, это может быть паспорт или и так далее. То есть, они говорят, там человек принимает решение, не сам? Там принимает общество валидаторов, которые поедет и санкционализовывают. Сколько? Их может быть сколько угодно. В данном виде было известно. А какая мотивация быть в этих валидаторов? Валидатор – это орган, который должен это обеспечивать. А кто его обязывает? За деньги. Если мы берем такую государственную структуру, то это, может быть, банки, то есть, проказы, и так далее. То есть, вы обязаете разработать программы государственные и учиться ими пользоваться? Хватит валить. Вопрос. Если государственная структура, то сертифицированное программное обеспечение должно быть? Да. Это не сертифицированное решение, да? Да. Вопрос. Возрастает как стоимость для пользователя транзакций по переводу? Да. Возрастает. На самом деле, не для нас совсем много. Потому что, допустим, используем великолепные контракты, но почти напрямую. То есть, чуть-чуть возрастает, да. А что мешает этим органам договориться и носку вести деньги? Это решает два варианта значить первый секретный код, который указывает пользователь во время создания этого кошелька. То есть, без раскрытия своего секретного кода никто не может начать голосование. И второй вариант, если они голосуют, у пользователя есть некое ограниченное время, допустим, 7 дней, 2 недели. Если он делает за это время транзакцию, то голосование отменяется. То есть, когда ты сделаешь небольшое решение. То есть, просто аккаунты есть. Последний вопрос, пожалуйста. Как ты реализовал за счетом бутфорс или точка коллизий? Ты имеешь в виду, что с 1-10 летного кода? Нет. Перевор, раскрытого кода и коллизия на точке хэши. Как ты сейчас на точке делаешь? Ну, с коллизией мы ничего не делали, потому что это кесар. И, в принципе, сейчас нет проблемы. Достаточно долго, по идее, не будет. Так что, это пока не актуальная проблема. Если будет такая проблема, то не будет существовать эфира, потому что он сделан весь на таких хэшах. А перебор секретного кода зависит от того, насколько пользователь его длинным указом. То есть, это может быть 200 символов, 100 символов, неважно. Это как обычный пароль, но этот пароль влияет только на момент голосования. Если этот пароль никто не знает, то никто не может проголосовать. А если даже проголосуют, если узнают и проголосуют, то пользователи все равно есть вторая защита. Это то, что он делает транзакцию и голосование отменяет, потому что он имеет владение этой хэшболой. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ